приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы хотел задать вопрос подписчикам зрителям несколько раз писали что раздражает заставка заставка перед видео на нашем канале проголосуйте пожалуйста напишите в комментариях как вы считаете может я вообще убрать может она не нужно но это это все лирика дорогие друзья я вдохновлен результатом бурбона который я делал на кодзи есть видео ссылку на это видео я размещу в конце ролика это был мой первый эксперимент с кодзи кодзи это японский плесневый гриб и собственно говоря пришел к нам из японии используется для осахаривания зерновых брак для осахаривания любого крахмала содержащего сырья собственно говоря но изначально японии использовался именно для приготовления саки то есть плесневый гриб он имеет такое действие он разлагает крахмал на простые сахара и после этого действует как дрожжи то есть сбраживает сахара и получается алкоголь по бурбону но я все подробно рассказал предыдущем видео по бурбону но повторюсь за четыре доллара это смешно просто реально смешно за 4 доллара я получил 6 литров прекрасного 45 градусного бурбона результат действительно потрясающий но полтора доллара мне обошлась обошлись кодзи то есть 50 грамм стоит 50 гривен украинских это полтора доллара и около доллара чуть чуть больше мне обошлось обошлось ведро дробленой кукурузы покупал я его в магазине там где продается корм для курей собственно говоря сущие копейки такой бурбон получился это естественно меня вдохновило я решил приготовить саки ну не знаю на самом деле саки это будет не саки рисовую водку то есть я решил исполнить пробовать кодзи в их оригинальном предназначении для приготовления риса рисовой водки первое что я их регидрирую здесь у меня 23 литра воды то есть 5 галлонов температурой 28 градусов чтобы не было никаких температурных шоков я отсюда же набираю воду высыпаю кодзи есть в интернете много всяких совершенно безосновательных предубеждений что с кодзи надо работать чуть ли не в противогазе перчатка в чем-то еще глупость совершеннейшая кодзи добавляют в японии и в странах юго-восточной азии добавляют в салаты также с помощью кодзи вот что интересно делается соевый соус из соевых бобов именно вот эти вот плесневые грибы они из соевых бобов образуют соевый соус в таиланде есть соус из тухлой рыбы но это отдельная тема однажды случайно я не уточнил нам принесли блюдо какое-то с этим соусом он вкусный но когда я узнал что это он мне было очень плохо его тоже делает на кодзи поэтому глупости совершеннейшие то что рассказывает что при работе с кодзи что они какие-то гипоаллергенные правда реально в японии добавляют в салаты обычные и так кодзи у меня регидрируется я взял пять килограммов риса с рисом к сожалению так дешево не получается как с кукурузой рис подороже у нас килограмм риса стоит 18 ну где-то 66 долларовых центов ну в общем 5 6 33 доллара получилось у меня 5 килограммов риса и полтора доллара 50 граммов кодзи значит кодзи используется из расчета 10 грамм на килограмм крахмала содержащего сырья соответственно на 5 килограммов риса 50 грамм кодзи если интересно если не найдете в интернете где их купить ну по крайней мере в украине пишите в комментариях в интернет-магазине по-моему биркрафт ну точно не помню но если надо будет пришлю ссылку их продают на развес потому что оригинальная упаковка 500 грамм стоит она 250 по моему гривен вот ну пропорционально дороже а вот именно в этом интернет-магазине их распасовывают по 100 грамм то есть если не хотите накупать много тем более так понимаю что и долго тоже особо хранить нельзя и хранить кстати надо в прохладном месте и в темном месте не на солнце помещаем рисик в водичку водичка должна быть тепленькая как я уже сказал один кулёчек и второй кулёчек наша котяна немножко разобралась даже с кулёчками с рисом вначале думала не разобравшись что это еда что-то полезло туда начала изучать потом поняла что не еда в общем не о том я воды из расчета взял воду из расчета 4 литра воды на килограмм риса то есть но у меня здесь там пять с хвостиком килограмм поэтому взял 23 литра воды но лишним не будет добавляем сюда кодзи добавляем сюда кодзи хорошенько все там вымоем и перемешиваем я буду перемешаю и буду ставить под гидрозатвор значит одна из особенностей работы с кодзи то что зерновую брагу первые пять дней надо перемешивать потому что зерно не распаренное оно все на дне чтобы кодзи могли активно взаимодействовать активно расщеплять крахмалы вот его надо перемешивать по идее на завтра должно во всяком случае кукуруза у меня на следующий день забродила то есть ну вот брага готова собственно говоря возни практически нет как видите что мне тоже очень нравится то есть ну кстати вкус бурбона получился значительно лучше чем вкус бурбона я вот сравнивал у меня была бутылочка то что я осахаривал ферментами альфа амилаза и глюка амилазой на кодзи мне понравился значительно больше он более мягкий ну и никакой возни то есть со сахариванием реально надо потратить полдня так как говорится есть украинская пословица взула и забула ну типа одела и забыла теплая вода крахмала содержащая сырье кодзи и только раз раз в день мешай каждый ну первые пять дней есть еще один нюанс бродит очень долго бурбон у меня бродил 20 дней но я никуда не спешу поэтому ставлю кодзи под гидро вернее саки под гидрозатвор повешу стикер с датой сегодня у нас пятое ноль пятое ноль второе восемнадцатое уже еще семнадцатым годом живу а завтра посмотрим покажу вам как оно забродило и забродило ли на следующий день рисовая брашка выглядит вот так вот посмотрите как ведется гидрозатворчик я немножко боялся немножко боялся потом подумала вдруг рис надо было подробить думаю вдруг у него какая-то оболочка и кодзи не справится с этим ну все отлично утром уже вот так вот активно булькала и сейчас булькает очень активно ну поставили мы его вчера пятого ноль второго сегодня шестое ноль второе дождемся пока полностью перестанет брожение я думаю так же как по аналогии с предыдущим моим экспериментом с кодзи с бурбоном дней двадцать пройдет он для меня показатель когда за день выходит там один два пузырька то есть я считаю что брожение закончено и после этого будем перегонять очень интересно какой выход получится вообще очень интересен результат итак друзья брага на кодзи готова рисовая ну на самом деле сейчас готова саке то есть ну настоящая саке делается именно на кодзи его еще называют рисовым вином и она ну саке я не знаю как правильно поправьте в комментариях она или она наверное все таки она я так думаю она не дистиллируется то есть сам напиток он только пастеризуется то есть нагревается до температуры семьдесят градусов и употребл ну для того чтобы сами кодзи вот эти плесневые грибы для того чтобы они погибли потом отстаивается и употребляется употребляется уже как алкоголь то есть спиртуозность его должна быть в районе шестнадцати восемнадцати градусов и вот я читал такую вещь что хороший саке употребляется холодным а плохой саке теплым значит что у нас получилось давайте посмотрим самому интересно я первый раз это делаю получился вот такой вот напиток светло светло-желтого цвета на вкус кстати бродила 25 дней то есть где-то на 23 день уже практически перестали выходить пузырьки газа интересный вином действительно пахнет сухим вином сейчас попробую померить с помощью ориометра скоро уже из китая придет заказанный мною рефрактомер будет проще интересно что нам покажет ориометр он показывает сахара 0 сахара 0 это ориометр винометр при этом при этом он показывает но он тонет больше чем 12 процентов алкоголя не знаю что там есть на самом деле по алкоголю по вкусу ух ты блин по вкусу получилось прикольно реально сухое вино сладковатки я сейчас оставлю себе бутылочку чтобы распробовать хорошо сладковатый напиток немножко с кислинкой вот именно вкус виноградного сухого вина но мы на этом не остановимся друзья сделаем дистиллят из этого я вот не знаю теперь я думал что вкус будет противный а вкус получился очень классный не знаю как его перегонять думал перегонять ректификационной колонной но наверное все таки буду перегонять дистиллятором дистиллятором буду делать одну перегонку как делаю обычно очень много на этот счет получаю критики это не профессионально это то это сё друзья я не профессионал простите меня пожалуйста но я действительно не профессионал Я любитель. Любитель с большим стажем. Я делаю, публикую те рецепты, которые мне нравятся. И, собственно говоря, делаю то, что хочу. Если у кого-то есть конструктивная критика или предложение, пожалуйста, я готов вступать в дебаты. Если комментарии, там, это фигня, все, ты делаешь фигню и так далее. Ну, я таких комментаторов просто блокирую. Ну, не хочу, чтобы на моем видеоблоге были такие комментаторы. Извините, пожалуйста. А что касается поделиться опытом, посоветовать что-то, конструктивно пообщаться, пожалуйста, я всегда открыт. Итак, буду перегонять один раз. Как обычно, мой опыт мне подсказывает. Вот я никогда не тороплюсь с брагой, всегда даю ей выбродить абсолютно полностью. То есть, допустим, у меня сейчас стоит брага на дрожжах, на сахарном инверте. Она у меня бродит уже 20 дней. Эта брага бродила 25 дней. И второе мое правило, оно мое личное, вы можете его придерживаться, можете не придерживаться. Это правило очень медленной перегонки. То есть, я перегоняю очень медленно. Медленно поднимаю температуру до кипения головных фракций. И в течение часа, полутора, иногда и двух отбираю головные фракции, практически без подъема температуры. Потом отбираю тело. Ну, вот так вот. Так мне нравится, так я делаю, так я хочу. Если кто-то с этим не согласен, естественно, вы можете делать так, как вам больше нравится. Значит, что касается самой браги. Рис очень сильно осел. Я не буду ее процеживать. Ну, вот по поводу процеживания. Тоже очень многие пишут, что зерновые браги не надо процеживать. Надо, типа, перегонять с дробиной. Я считаю, это категорически неправильно. Я считаю, что, ну, во-первых, сама дробина в перегонном кубе не нужна. Но это мое личное мнение. И самое главное, что там не нужно, это продукты жизнедеятельности. И вот эти вот мертвые дрожжи, которые остаются всегда на дне емкости. Если я, допустим, ну, вернее, когда я хочу сделать очень хорошо, и вам рекомендую так делать, я брагу переливаю в новую емкость, добавляю туда бетонит, чтобы ее осветлить. И в течение суток ее осветляю. Но сейчас я так не делаю, потому что брага совершенно светлая. И все вот остатки твердые, они на дне. То есть я ее просто аккуратненько сейчас солью, начну сливать с помощью лейки, а закончу потом с помощью сифончика. Просто сниму брагу с осадка. Реально она прозрачная. Ну и вкус мне понравился. Интересно, какой получится дистиллят. То есть я не претендую на название этого напитка соке. На самом деле соке это сейчас, а то, что мы получим, это рисовый дистиллят. Ну, вот интересный эксперимент. Кстати, публиковал недавно видео, делал кукурузный дистиллят на кодзи из чистой кукурузы. Обозвал его бурбоном. Но как мне его было обозвать? Кукурузный самогон или кукурузная виски? Так вот, тоже получил очень много критики. Это не бурбон. И да, я знаю, что это не бурбон. И сейчас вот приготовил, у меня стоят мешки с кукурузой, с ячменем. Но не с ячменным солодом, а именно с дробленым ячменем. И приготовил ржаную муку. Буду делать бурбон классический. Буду тоже снимать. Будет видео по соотношениям Джек Дэниелс, по весовым соотношениям. Но осахаривать попробую не солодом ячменным, а осахаривать попробую кодзи. Тоже интересно, что получится. Сравню с тем бурбоном, который я осахаривал именно солодом. Вот мне интересен результат. Потому что мне кажется, что на кодзи, хотя возни с этим грибком, с этим методом сбраживания зерна, значительно меньше. Но мне кажется, что напиток получается более резким. Ну, посмотрим, я его сделаю и потом сравню с классическим бурбоном, который приготовлен с помощью осахаривания солодом. А сейчас я переливаю всю брагу в куб и собираю аппарат. И переступим к нагреву, друзья. Хочу показать такой интересный эффект. Ой, блин, мне показалось интересным. Рис, то есть это был совершенно целый рис. Он превратился в такую вот крупу. То есть он подробился как-то. Он теперь уже не целый рис. Видите, какая штука получается. Так вот работают кодзи. Аппарат собран и можно начинать нагрев. Значит, мой аппарат состоит из пустой царги, дефлегматора с холодильником и непосредственно холодильника, уже в котором происходит конечная дистилляция. Еще раз, буду перегонять следующим образом. Сейчас я запускаю нагрев на максимум. У меня электрический тэн в кубе встроенный. Поэтому включаем его в розетку. И максимальное напряжение. Естественно, максимальная скорость нагрева. Как только у меня температура будет подходить к 88 градусам, а именно в районе 85 градусов, я практически остановлю нагрев. Моя задача, то есть при 88 градусах в кубе, но для каждого куба надо опытным путем выяснить свои четкие температуры. Потому что китайские термометры тоже показывают направление ветра иногда. Но, как правило, он может ошибаться, врать на пару-тройку градусов, но при этом показывает всегда стабильную ошибку. А может и нет. В общем, в моем кубе при 87-88 градусах, именно в кубе, начинают испаряться, при этом в дефлегматоре температура 77-76-77 градусов, начинают испаряться первые фракции головные. На этом этапе я буду останавливать нагрев таким образом, чтобы у меня температура в кубе повышалась не больше 1 градуса в час. И очень медленно отберу с этого объема 250 миллилитров голов. Ну вот, начнут капать головы, друзья, я вернусь к вам. Температура в колонне достигла, ну не в колонне, в дефлегматоре, достигла 77-78 градусов. Соответственно, в кубе 88-89 и начали капать первые капли конденсата. То есть капает сейчас вообще очень-очень медленно. На этом этапе я останавливаю нагрев так, чтобы температура сильно не подымалась, чтобы подъем температуры был буквально 1 градус в час, не больше. И очень медленно, покапельно отбираю головы. Буду отбирать 250 миллилитров. Вот у меня тут мерный стаканчик с делениями. И вот по этому стаканчику 250 миллилитров отберу. Естественно, буду проверять на органолептику, то есть на отсутствие ацетонового запаха. Может отберу и меньше, может 200 грамм. Ну вот четко буду проверять, как пахнут головы. Сейчас еще сильнее уменьшу нагрева. Это сейчас капает очень быстро. То есть будет капать где-то в два раза медленнее. Как только отберу головы, друзья, сразу же вернусь к вам. Накапало 250 миллилитров. Вот так вот капало с такой скоростью. Сейчас 52 минуты прошло с того момента, как я начал отбирать головы. Попробую его еще раз на запах. Но запах вообще... Блин, такое впечатление, что делаешь хорошую водку из инверта. То есть такое впечатление, что голов вообще нет. Но такого, конечно, не может быть. Но запах очень приятный. Запах ацетона вообще отсутствует. Начинаю, друзья, отбирать пищевую фракцию. Переношу отбор вот сюда вот в попугай. Интересно, сейчас замеряю спиртуозность голов. Что там по спиртам получилось. Ну, вообще это не делается, но мне всегда интересно. Я всегда замеряю. И чуть-чуть увеличу нагрев. Увеличу нагрев из такого расчета, чтобы температура у меня поднималась на 1,5-2 градуса в час. Таким образом, я рассчитываю отобрать всю пищевую фракцию. Отбирать я ее буду до 30% спирта в струе. До 30-35%. И все остальное у меня пойдет в хвосты. Вот. Рассчитываю отобрать ее где-то за 4,5-5 часов. Ну, посмотрим, сколько по факту у меня получится. Замеряем наши головы зеленого змея. Что ты мне покажешь здесь? Очень-очень низкий результат. 75% спирта. Я подозреваю, что выход будет очень маленький при такой спиртуозности голов. Вот что-то мне кажется, что будет вообще понт этой соке. Очень жалко, что нельзя измерить количество спирта в браге. То есть, плотность я могу померить, а количество спирта непонятно какое там. То есть, сахара реально не было. Ну, посмотрим, что получится. Посмотрим. Отбираем тело и ждем. Спиртуозность в струе упала до 40 градусов. Сейчас там где-то 40-42. И что у нас получилось? Прекращаю отбирать пищевую фракцию. Остальное пойдет в хвосты. 6 часов продолжался погон. Ну, очень мало. Сейчас расскажу свои соображения. Перед этим померяем общую спиртуозность. Сейчас, друзья, я его положу в камеру, взболтаю. Итого, получилось 3,5 литра дистиллята. Общая спиртуозность у 70% спирта. Вот, как видите. Конечно, мало ожидал я большего. Особенно после предыдущего опыта с кукурузой. Но вот у меня есть определенное соображение. Сейчас я о них расскажу. Что такое маленькое количество дистиллята обусловлено тем, что кукурузу я брал дробленую, а рис брал целый. Вот, хоть его, он и измельчился как-то, но все-таки, мне кажется, что его стоило бы подробить, прежде чем начинать работу с кодзи. Потому что, ну, вот мое мнение такое, что кодзи смогли переработать не весь крахмал, содержащийся в рисе. Сам рис, он на самом деле плотнее, чем кукуруза. То есть у кукурузы немножко такая пористая структура, а у риса все-таки твердая. Так как весь крахмал не переработан. Прошу прощения, включился насос. Так как весь крахмал не переработан, мое мнение, что вот поэтому, поэтому количество получилось меньше. Да, насос выключился, отлично. Я сейчас разведу до, на мой взгляд, нормальной спиртозности для этого напитка, до 40% спирта и продегустирую. Не забывайте, друзья, когда вы разбавляете сырец с водой, надо лить именно спирт-сырец или дистиллят в воду, не наоборот. Иначе напиток помутнеет и от этого уже не избавиться. Итак, получилось у меня 6 литров 40-градусного дистиллята. Конечно, злые языки скажут, что я смешивал не на камеру, но в конце концов я никого не заставляю себе верить. Все равно, в принципе, результат неплохой, но по сравнению с кукурузным значительно меньше. Давайте попробуем, друзья. Я попытаюсь рассказать, что получилось. Так, нальем. Ну, напиток очень ароматный, очень ароматный, причем вот он имеет какой-то такой цветочный букет. Я налью себе, я оставил, как говорил, этого рисового вина. Очень-очень мне понравился вкус. Еще раз повторюсь сейчас. Хотя повторяться, наверное, не надо. Итак, рисовое вино. Насколько я понимаю, это и есть саке в чистом виде. Его просто надо сейчас пастеризовать, чтобы убить все кодзи, ну, чтобы кодзи окончательно умерли. И отстоять, потому что саке тоже, саке отстаивается, выдерживается. Я читал, что до трех месяцев. И после этого употреблять уже. Ну, вот попробуем в таком виде. Я так и сделаю. Ну, реально очень вкусное вино. Но все-таки, вот, ну, вкусная штука. Правда вкусная. Но она, она как вино. Но, по крайней мере, именно технология саке, или саке, саке все-таки, вот, настоящее саке делается именно на кодзи. И делалось так на этом плесневом грибе испокон веков. Поэтому, понимаю, японцам, ну, похоже на хороший сухари. Ну, на хорошее сухое вино. Единственное, что нету, нету вот этого виноградного привкуса. Я не могу понять, какое. Но очень интересный. В любом случае, на стол поставить не стыдно. Теперь вот этот вот дистиллят. Наверное, это рисовая водка. Не знаю, как его правильно назвать. Но это точно... Хотя, может, как-то так тоже сейчас саке делают. Не знаю, ничего не могу сказать. Очень мало информации. Пытался что-то найти. Но давайте называть это рисовым дистиллятом. Очень похоже на риски. Реально, очень похоже на зерновой дистиллят. Может, его в бочку теперь... Но я уже разбавил до 40 градусов. В бочке вроде как-то нехорошо. Очень интересный вкус, друзья. Вы знаете, я доволен результатом. Ароматная. Вот какой-то цветочный аромат. Она, конечно, отстоится еще. Наберется вкуса. Но я думал... Ну, у меня были все-таки сомнения, что что-то противное получится. Совершенно не противное. Ну и как бы о бюджете. Конечно, из кукурузы делают значительно дешевле. Потому что сам по себе рис дорогой. То есть я использовал... Вот я не помню... 5 килограммов риса... 5 килограммов риса по 22 гр... Я в начале видео говорил, сколько я использовал. Сейчас уже не помню. Записи у меня в доме. В общем, не буду заморачиваться. Но дороже где-то в 2 раза получается, чем кукурузный дистиллят. Следующий мой эксперимент. И, наверное, по поводу Кодзи это будет крайнее видео. А может, еще что-нибудь сниму. Но, по крайней мере, что я сейчас планирую. Значит, я купил дробленую кукурузу, дробленый ячмень и ржаную муку. Поставлю на Кодзи Брагу. Это будет отдельное видео. Следующее за этим. Поставлю на Кодзи Брагу по пропорциям бурбона Джек Дэниелс. И посмотрим, что из него получится. По результатам, естественно, сравним с бурбоном, который сделан на солоде. А я уже говорил все это. Уже просто вечер. Спать хочу. И спать хочу. Друзья, ваше здоровье. Результат замечательный. Надеюсь, что видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал. Если вам видео понравилось, поставьте палец вверх. Если не понравилось, не ставьте. Только не пишите комментарии, что это все херня. И я обманул. Я честно не обманывал. То есть сложно снимать такие длинные видео на одном кадре. Вы сами это понимаете. Хотя, если кто-то есть, ну, если есть неверующие, пожалуйста, я приглашаю. Приезжайте, вместе со мной сделаем возгонку на моем аппарате. Убедимся в количестве. Потому что, я же говорю по поводу кукурузной водки. Очень много было возмущенных комментариев. Что ты добавил. Что ты обманул с количеством. Зачем обманывать людей? Я не обманывал. Я вот сейчас сделаю еще один затор, как я уже говорил. Посмотрим, что у меня из него получится. Я сам был удивлен результатами кукурузной водки. Друзья, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Лариса готовит сейчас шоколад. Тоже готовим видео. Завтра, послезавтра оно выйдет. Поэтому, всего доброго. Я вам говорю, спокойной ночи. И завтра буду снимать для вас что-нибудь новенькое. Пока.